Готовить подарки и приходить к ветеранам с теплыми словами и поздравлениями для активистов партии «Единая Россия» – ежегодная традиция. В этом году в преддверии Дня Победы по всей стране депутаты, сенаторы и волонтеры поблагодарят почти 23 тысячи фронтовиков. В Мордовии заветное спасибо услышат 67 творцов Победы. 5 мая к одному из них пришли активисты регионального отделения партии. Иван Иванович Кудашев родился в 1926 году. Прошел всю войну, служил на Дальнем Востоке в погранвойсках. Победу встретил в Манчжурии. Разрешите поздравить вас с наступающим Днем Великой Победы. Ваше мужество, отвага и вера в победу сотворили чудо для нашей страны 77 лет назад. Да не только для нашей страны, а для всего мира, освободив его от фашизма. В этот день хочется вам пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и всего самого наилучшего и доброго. Настоящий защитник Отечества Иван Иванович награжден орденами и медалями за боевые заслуги. В свои 94 года он хорошо помнит непростые солдатские будни, рассказывает об отдельных эпизодах. Признается, было очень непросто. Шли 85 километров за сутки парк пешком. Мы пограничники, у нас никакого транспорта не было. Мы стояли в тайге, на своей территории. Вечером выйдем, выходила на берег Катюша, споем, на прогулки. И опять на ученики ходили за 40 километров. После войны фронтовик вернулся в родную Мордовию, в Темниковский район. Трудился водителем на крахмальном заводе. Дальнейшая судьба сложилась хорошо. Женился, вырастил пятерых детей. Говорит, для него очень важно, что память о подвиге советских воинов жива. Самое главное, чтобы так было всегда. Ведь все они выполняли священный долг. Защищали свою отчизну. Юлия Мамаева, Владимир Надькин. Народные новости.